Ты покупаешь вот такие трусы, прокладки для собак, носочки резиновые, рюкзачок можно надеть на Юмичу, знали, и даже губка Боб. Вы можете найти одежду для них, и вот такие какие-то штуки, я даже захотелось завести к вам им. Автобус для хомяков, бедные хомяки умирают в этих шарах, его можно купить, черепашка, геккончик и косуха для кошки. Черепа, кости, игрушечные гробики и с песнями и танцами ходят на кладбище. Привет, я Энни Мэджик, вы на канале Мэджик Фэмили, со мной тут моя собака Юмичу Покемон. Киса, Алиса и Софиша ждут нас дома, так как вы смотрели наше предыдущее видео наверняка, вы уже знаете, что мы с Юмичу в отпуске. И я обещала вам, вы собрали очень много лайков, вы все сказали, да, круто, мы хотим сделать большой обзор вот этого огромного зоомагазина, который находится рядом с нашим домом. Так и сегодня опять идет дождь, вот такой вот у нас дождливый отпуск. Мы уже несколько часов бродим по зоомагазину, просто разглядываем все с интересом. Ну что ж, это вход в магазин, мы начнем с самого начала, прямо отсюда, а вы не забывайте подписываться на канал, потому что вас ждет здесь очень много всего интересного и мы идем к 3 миллионам. Давайте, ребят, уже на самом входе в магазин нас ждет что-то необычное, чего нет в нашем магазине. Короче, если ваша собака или кошечка или любой питомец покакал, пописал в магазине, для этого здесь есть пакетики и вот такие вот бумажки, чтобы все вытереть, потом антисептиком обработать руки и мусорка, куда это можно выбросить. Вторая прикольная штука, которая нас ждет на входе в зоомагазине, это папикит, то есть это набор для щенка, уже готовый набор. То есть там корм, пеленка и полотенце или игрушка, что-то такое. Ребята, напишите в комментариях, сравните цены, я буду говорить какие цены и показывать в рублях, похожи ли они на ваши цены и что вы, например, интересно увидели для себя, чего не видели вообще никогда в зоомагазинах. Обязательно пишите, мне очень интересно ваше мнение, я буду отвечать на комментарии, ставить сердечки, лайки, они тем более появляются в видео. На входе здесь огромный отдел с игрушками любых размеров, вот такие вот игрухи. Такая утка стоит, например, 299 для большой собаки. Мы с Юмичу постараемся показать именно что-то необычное, потому что здесь гигантский выбор, безумный вообще выбор, и показывать какие-то стандартные вещи, наверное, вам будет неинтересно, потому что вы это видите в наших зоомагазинах. Поэтому я буду выбирать какие-то именно прикольные моменты и показывать. Очень необычные игрушки для собак. Это вот такой мешок, мусорное ведро с енотами, посмотрите. И вот этих енотов, видимо, они отцепляются, их нужно запихивать в это ведро. И то же самое, такой корабль с акулами. Акул надо тоже запихивать, видимо, или ты запихиваешь туда игрушки, а собака должна догадаться, через какую дырочку их и как оттуда вытащить. Коляска для собаки продается в зоомагазине, чтобы возить собачек. Здесь распределены как бы по фирмам товары. То есть, например, товары какой-то фирмы. Такой отдел с товарами типа трансформера. Это типа коллаборации. Вот такие собачьи игрушки. Или Play Doh, вот эта вот компания. Даже фирма для фанатов игры Monopoly делает собачьи игрушки. Они очень большие. Вот такая вот серебряная собака, например. Или вот, например, фирма, которая делает все вот такое вот няшное. То есть, вот такие вот няшные игрушечки, няшные пакетики, наборчики вот такие вот классные. Эту очень крутую фирму игрушек Bar, которая делает игрушки в виде еды. Я их показывала в другом видео, где Юми покупает, сама выбирает, что купить Кисе и Алисе и Софи в зоомагазине. Они делают очень прикольные игрушки. Вот эта собака очень тяжелая, такая резиновая, как будто из воздушных шариков сделанная. В общем, у них прикольные игрушки в виде вкусняшек всяких. Все такое очень-очень яркое. И игрушки такие прям супер качественные прям. А еще у них есть вот такая игрушка. Я не совсем поняла, в чем прикол. То есть, это вот такая сумка, которая застегивается, и в нее засовываются пончики. То есть, это такой, получается, мешочек для сладостей собачьих, для игрушек. То есть, чтобы собака, наверное, их туда складывала или что-то такое. Он шуршит на целый раздел игрушек тоже определенных фирм. Ультра и Конг. Прикольные они все в одном цвете. Вот такие вот просто гигантские мячи, футбольные какие-то, играть с собакой. Очень классные, качественные, прикольные товары. Прикол в том, что Конговские игрушки, они для того, чтобы приучить собаку к игрушкам. То есть, у них везде внутрь что-то суется, какая-то еда. Ну, вот примерно для маленькой собачки, например, 219 песо цена. Скажите, сколько у нас стоят они? Здесь продается то, что, мне кажется, не продается у нас. Это очень странные наполнители для этих игрушек. То есть, то, чем наполнять эти игрушки. Это вкусняшки, которые приучают собак играться с игрушками. То есть, ты берешь игруху и туда внутрь наполняешь вот этими вот штуками с разными вкусами. Про пеленки очень интересный момент. Когда мы были в аэропорту Мехико и прилетели, нам сказали, что нужно обязательно вытащить пеленку из переноски, потому что это запрещено в самолет, запрещено пеленку в переноске иметь собаки. Памперсы для собак самых разных размеров. То есть, и для маленьких собачек вот такие вот памперсы, для совсем малюсеньких собачек памперсы. И вот так вот по размерам, по размерам для гигантских собак памперсы. Или вот такие трусы для собак, которых тоже есть самого разного размера. Даже прокладки для собак То есть просто вот прокладки Ты покупаешь вот такие трусы И покупаешь прокладки для трусов Тоже разных размеров Прокладки для собак Отлично, просто Кто помнит нашу рубрику «Безумные товары» Мне кажется, здесь можно набрать кучу всего Чтобы показать это в безумных товарах Сделать такой топ Безумное или полезное Если вам нравится эта идея, ставьте лайк И я сниму обязательно такое видео Потому что здесь очень много странных вещей Газон, потом ты его убираешь Там внутри пеленочка, ты ее стираешь Вот эти пеленки, которые туда стелятся, например Вместо того, чтобы научить собаку ходить в туалет И ходить с ней на улицу Они могут использовать вот так вот газоны То есть купи газон, купи пеленку И пусть собака сидит дома Еще один гигантский отдел «Нерф» Это игрушки вот такой фирмы Вы, скорее всего, тоже их знаете и видели Это вот эти вот огромные автоматы Пистолеты, выстреливающие мечами Такая штука стоит 229 Это вот столько рублей У нас таких я не видела Это все выглядит как будто машинные колеса Какие-то колеса от тракторов Это тоже вот такие вот игрушки для собак Отдел с няшными игрушками Как будто для детей Просто какие-то погремухи для детей Ну вот это, наверное, полезно для щенков Для их развития Для того, чтобы они грызли Свои зубки тренировали Прикол в том, что в этом зоомагазине Не только магазин, но еще и отдел груминга И отдел, в котором можно приютить собаку А также ветеринарная клиника Сразу все в одном как бы Вот там вот находится груминг-салон Здесь не записываешься на прием к ветеринару А это отдел усыновления, удочерения Вот там вот клеточки, вот там вот собаки Которых отдают, чтобы их забрали домой Просто посмотрите, какой гигантский выбор мешочков И специальных таких штучек для ношения этих мешочков Ты можешь купить вот такой гигантский набор В котором получается около 720 мешочков Стоит это 499 Посмотрите, какие они няшные Просто вообще, да, Юмичу? Тебе нужны мешочки для гакашек? И вот такие вот всякие разные, какие хочешь сумочки Например, вот такая вот в виде кактуса Или вот в виде чашечки кофе В виде вот такого вот китика Здесь действительно очень серьезно относятся к уборке за своими питомцами Даже везде значки такие висят Что типа убирайте за своими собаками Везде просто И это я называю, простите, какашка-убиралка Еще один огромный отдел с игрушками для собак Вот такие вот прикольные резиновые игрухи Всякие разные Просто тяжеленные, просто гигант 349 песо стоит Анька, рука жоп Вот такая вот, смотрите, курочка Она пахнет прям курицей очень сильно И вот эта штука пахнет мясом каким-то То есть они с ароматизатором И они очень такие вот прям Ой-ой-ой-ой Качественные просто Прям Смотрите, какая морковина огромная Очень много игрушек И вообще всего именно для крупных Достаточно больших собак Специальный отдел, в котором продаются вот такие вот липучки Для того, чтобы убирать собачью шерсть От самых маленьких вот таких вот малюточек До просто гигантских А еще то, чего у нас в России точно не увидишь Продается вот такая штука, которая вставляется в дверь Чтобы собака выходила на улицу И из-за того, что здесь тепло, температура позволяет Просто сделать такую дверь в своей двери И у нас бы, ну просто через эту дверь будет заходить мороз И все просто помрут от холода Гигантский отдел с шампунями всякими разными И та часть отдела с шампунем была не конец Вот еще есть вот продолжение В этом отделе по уходу Есть очень-очень-очень много всего И в том числе меня прикалывает Это вот такие вот полотенчики для собак Смотрите, в виде единорога В виде вот такой вот собачки В виде вот такого вот монстрика То есть то, что надевается на собаку Чтобы после душа, да Стоят они 319 песо Еще одна приколюха для уборки шерсти Это вот такая вот перчатка Ты ее надеваешь, и она якобы за одну минуту Просто убирает всю шерсть с мебели и с вещей Еще одна интересная особенность Которая, мне кажется, в наших зоомагазинах В таком количестве просто нет Это то, что мы в туалете ставим брызгунки Ароматизаторы против кошачьего и собачьего запаха И вот такая щеточка, и такая щеточка И какая-то штучка, и какая-то брызгалка И вот таких вот разных-разных китов Здесь много, и вообще всего Для ухода за зубами очень много Что ты там, Юмичу, нашла? Что это такое? А, это пластыри Это пластырь для собак Штука не самая распространенная Которую у нас вообще редко увидишь в магазине Это вот такая вот леска И вот такой вот крюк, который втыкается в землю Чтобы прицепить собаку Огромный отдел Со всякими разными поводками, ошейниками, шлейками Просто посмотрите на какую это собаку, поводок Дождевики продаются То есть у нас они продаются для людей Такие дождевики, а здесь они продаются для животных Очень смешные И вот такие вот светящиеся Отражающие кофточки Чтобы собаку там не сбило машины Это резиновые носочки Резиновые носки для собак То есть не вот такие вот ботинки Как у нас принято, да, покупать часто А вот носочки резиновые для собак Чтобы собака лапы не пачкала 299 песо стоит Они есть разных размеров На разных собак и разных цветов Как я сказала, очень много для больших, прям больших собак Всего здесь продается Вот, например, одежда Это просто огромная, огромная толстовка Она размером реально как для человека То есть она даже мне велика будет XXXXL Гламурные банданки Носочки Бантики И украшения для собачек Как вы относитесь вот к такому для собак Вот показана собака, одетая еще и с рюкзаком То есть это прям про гламур Посмотрите, какие бантики Висюлечки Косуха кожаная Рюкзаки вот такие вот Как тебе, Юмичок? Юми, смотри Это вот такой вот рюкзачок Можно надеть на Юми Она будет носить в нем что-нибудь Мне кажется, он ей великоват Еще один отдел с кучей собачьих игрушек Тут в основном всякие вот такие резиновые косточки Для небольших собак Господи Чувава Моя рука и вот эта вот палка Просто Тут можно просто сойти с ума Еще один огромный отдел шлейк Покемон, может, тебе шлейку купим? У них очень принято хранить корм, типа, эстетично Посмотрите, есть вот такие баночки Керамические Они прям керамические банки У нас такое для хранения каш продается У них для хранения собачьей еды Металлические банки Просто вот такие вот прикольные Для того, чтобы хранить корм От самых дешевых для самых дорогих В том числе пластиковые Вот такие огромные Лопаточки, которыми корм этот доставать и насыпать Специальные вот такие лопатки для вот этих вот штук Или вот такие вот кружечки И также тут много-много-много вот таких вот кормилок Безумно гигантский выбор мисок От вот таких вот металлических тазов для больших собачек И они все очень разные Есть керамические, есть пластиковые Вот такой вот формы Ну то есть мисок прям реально очень много Всяких разных Есть вот закрывающейся крышкой, например Чтоб корм не выдыхался, если он там остался Подстилочки под миски Вот такие вот есть классные силиконовые прикольные разных цветов Это специальные миски, которые замедляют собаку, когда она ест Видимо, чтобы она не ела вот так Чтобы она выковыривала То есть ты насыпаешь туда корм И она выковыривает корм из вот этих вот штук Я так и не поняла, если честно, что вот это такое Я вообще не понимаю, что это такое А может быть кто-то знает и напишет в комментариях и догадается, что может это быть Отдел вкусняшек это просто какое-то безумие Здесь очень-очень-очень много всяких разных лакомств И тоже начиная от маленьких собачек, от малышей вообще Заканчивая просто вот такими гигантскими, гигантскими костями Это соус для собачьей еды, серьезно Так как я стараюсь вам показать именно то, чего, наверное, у нас не так распространено И в магазинах не продается в таком количестве Смотрите Это охлаждающий ошейник Это вот такая вот штука Внутри вот здесь вот гель Ты кладешь ее в морозилку Она охлаждается И надеваешь на собаку Юмича Хочешь себе такую штуку, а? Здесь достаточно жарко Может тебе и пригодилось бы, да? Еще один гигантский отдел поводков и ошейников А это очень большой отдел всяких домиков Посмотрите, какие гигантские Вот какой бигвам просто стоит Будок, кеннелов, переносок Всяких вот матрасов Всего-всего Всяких лежанок, клеток для собачек Очень много-много-много-много-много всего Всякая кроватка для Софиши Или вот такой вот прикольный войлочный круг Вот такие подстилочки есть Каких-то прямо супер прикольных переносок Здесь нет Вот переноски для машины Это, кстати, вот тревел-отдел Отдел для путешествий И еще мне понравилось, что они продают Вот эти вот гамаки, которые на заднем сидении Вот в таких вот штуках То есть это вот такая вот сумка Но при этом я, например, не заметила И вот напишите вы тоже в комментариях Чего вы не увидели Что есть у нас, но здесь этого нет Например, я не нашла большого количества выбора поилок никаких Ну, то есть вот практически поилок Которые сносить с собой их нет Это единственный вид за 449 песок поилок, которые я увидела Спасательные жилеты для собак в плавании То есть вот у нас, например, не увидишь такого количества спасательных жилетов На собаку любого размера Такая вот штука, на которой какие хочешь адресники Здесь есть аппарат, в который ты вводишь данные своей собаки Например, если хочешь телефон ввести или кличку или что-то Хотя я советую вводить именно телефон Ни в коем случае ни кличку питомца не писать на адреснике Потому что таким образом его могут украсть какие-нибудь люди, прям они А писать просто свой телефон И здесь есть такая машинка, которая уже сразу вам печатает на адреснике То, что вам нужно, любую информацию Еще один гигантский отдел няшности Это вот таких вот классных цветов Силиконовые ошейнички, поводочки, шлейки Полотенчики, очень классные игрушки, подстилочки Это какая-то одна вот такая вот няшная фирма прикольная делает Выбор гигантский Просто столько всего И оно все такое разное Его всего так много Что хочется про все рассказать, все показать Светящийся аквариум для рыбок Вот такие вот аквариумы Их тут тоже очень много всего Тут для рыб Для рыбок, для птичек, для всяких рептилий Для лягушек, для черепашек Аквариумы, вот такие вот домики Короче, здесь очень много всего И целый огромный отдел с аквариумными рыбками Короче, здесь можно всяких рыбок купить Кроме рыбок здесь есть отдельный отдел Вот такой вот с петушками Которые живут поодиночке только Поэтому они продаются отдельно в таких вот баночках Выбор для аквариумов тоже просто огромный От вот таких вот кристаллов, домиков До всяких-всяких-всяких разных приколюхов Узнали? Это из спанч-боба для рыбок домики Ааа, прикольно! И даже губка-боб отдельно продается вот так вот за 95 песо Очень большой отдел для кроликов, хомячков и всяких грызунов Тут распространены шиншиллы и хорьки По-моему, это хорьки, да? Я читала у очень многих какие-то выдры хорьки Настолько, что в обычном зоомагазине Вы можете найти одежду для них И вот такие какие-то штуки, чтобы эти хорьки туда прятались Например, медведь или огромный аллигатор В которого вот так вот хоречек прячется Это просто отдел еды для грызунов Какие милые просто зверята, эти морские свинки пушистые Даже захотелось завести кого-нибудь такого Уйти, бозечки, козечки А вот эти просто все вчетвером там и успят, малыши Целый большой масштабный отдел для хомячков, хорьков Всякие приколюхи Вот здесь реально очень много для вот этих вот животных Мне кажется, это хорьки Я могу ошибаться, но даже есть шлейки для них продают Вот эти приколы с мечами Вот такие вот лежаки Все для вот этих грызунов То есть у нас они не распространены Ну их не так много А тут прям много для них всего Тоннели вот такие вот И всякие приколюхи для шиншилл Всякие игрушечки, колесики Переноски есть даже для кроликов Автобус для хомяков А также машина для хомяков А также вот этот вот страшный шар В который сажают хомяка, и он ездит по дому И я слышала много историй о том, что бедные хомяки умирают в этих шарах Поилочки, домики, всякие вот такие вот дома для хомяков Тут даже они есть в продаже А тут вот такой вот крольчоночек Его можно купить, я так думаю Всякие разные попугайчики Мне кажется, у нас попугаи продаются не такие Тут они какие-то прям необычные эти попугаи Смотрите, как эти обнимаются Для попугайчиков Всякие приколюхи разные Зеркальца И вот это вот все Просто целый магазин для них Для птиц Целые вообще дома тут Вообще все, что хочешь Сетки прикольные Для того, чтобы геккончики в них лежали И да, сверчки Всякие монстры Живые таракашки Букашки Вот эта вся жесть Насколько по-вашему гуманно Продавать животных в зоомагазинах? Напишите свое мнение И здесь прям продаются Все эти ящерицы Вот там вот черепашки лежат Видите? Черепашка стоит 4390 песо Геккончик Стоит 3770 песо И у нас здесь есть подписчики С хомячками, попугайчиками, рыбками Морскими свинками Вот такими всякими рептилиями Или еще какими-то животными Напишите в комментариях Кто у вас, какие питомцы И хотите ли вы полный обзор здесь Того, что здесь бывает для рыб, попугаев Рептилий, хорьков Хомячков и так далее Потому что здесь очень много всего Просто реально огромный выбор Кошачий отдел тоже очень большой И сейчас мы пробежимся и посмотрим Что же тут есть интересного Сразу видно Мексика Кошачья когтеточка в виде кактуса Отлично И косуха для кошки Еще лучше Первое, что мы видим в хошачьем отделе Это огромный выбор самых разных когтеточек В виде волны Бумажные полудомики Полукогтеточки Цена вот такой когтеточки Самой простой 599 песо Также в зоомагазине продаются Сразу сборные дома Ты можешь купить вот такой набор И сам собрать кошке дом Очень милый домик за 3000 песо Мне кажется, Киси Олесе бы понравился И в стиль дома подходит Сравнивайте цены Пишите в комментариях Совпадают ли они с нашими 3600 стоит вот такая вот игровая станция Очень классная для кошки Прикольного цвета Я не видела, наверное, у нас вот Такого туалетика Сюда кошка писает Понимаешь, да? Прямо вот на ковричик такой И ты его потом просто стираешь, видимо И очень много разных видов лопаток Вот это мне интересно А, это вот такой совок, который прячется То есть ты его достаешь, убираешь что-то И потом кладешь в такой чехольчик и закрываешь Как у нас возле унитаза стоят штуки Для того, чтобы мыть унитаз Здесь продают наполнитель не только в упаковках Но и на развес То есть можно вот так вот прийти Насобирать себе, насыпать себе наполнителя кошачьего И купить Помните, в собачьем отделе были такие же штучки 69 песо это стоит Feats for sizes of cans Что это такое, я так и не понимаю Есть миски такие же, как у собак Которые замедляют питание кошки Мне кажется, это большевата Миска для кошки очень большая Также в кошачьем отделе есть вот такие вот прикольные подстилочки Вот это очень няшная такая силиконовая Кошачья подстилочка для кошачьих мисочек Большое количество кошачьих мисок Давайте посмотрим, отличаются ли они от наших Во-первых, есть очень классные вот такие вот керамические японские мисочки Суши и роллами Это очень мило 229 песо Мисочки вот такие вот в виде кошачьих мордочек Это тоже безумно мило Они еще разных цветов И мне вот это нравится Пиалочка Пиалочка за 269 песо Это ванночка кошачья Ванночка для кошачьей еды Или, скорее всего, даже воды Очень прикольно выглядят Такие милашки Мне кажется, для кошек даже белее, чем для собак 239 песо стоит Также здесь есть отдельные вот такие упаковки Коробки для хранения за 429 песо Хранения сухого корма кошачьего В кошачьем отделе, конечно же, представлено большое количество игрушек Шевелящиеся букашечки с пищалочками и всякими пушишечками для кошек за 149 песо Змея за 459 песо Она, видимо, шевелится Несмотря на то, что кошачий отдел немножко меньше, чем собачий Все равно здесь очень много всяких приколюх для котяр Котиков, котопешников Ладно Это всякие вот такие мягкие игрушечки Самых разных видов И очень-очень няшные Посмотрите на это Пончик с ушками и коктейльчик И даже вот такие кролики Шуршащие крольчата Не знаю, на какого котика это рассчитано Потому что игрушка достаточно большая Посмотрите на Юбичу и на эту игрушку Она просто, мне кажется, даже для Юми великовата Конечно же, кошачья трава Самые разные, очень милые Всякие ошейнички Их тут тоже огромный выбор Посмотрите, сколько много ошейников для кошек Какие хочешь С бантиками, фантиками и чем угодно Конечно же, очень многое, что продается в этом зоомагазине Можно использовать не только для собак, но и для кошек Кошачий фонтанчик Собачий манекен Меня прикалывают собачьи манекены Со всякими приколюшками для собак Вот такая вот няшная шлейчка гламурная Но также и кошачий манекен Смотрите, какое супернарядное Мексиканское кошачье платье Или вот такой вот комбинезончик Носочки, чтобы кошечка не царапалась Стоят 249 песо Тут в наборе 8 пар Няшные, вот такие с цветочками и розовые За 179 песо Это невероятно милая вещь Что это, как вы думаете? Просто посмотрите на это Это лапша Коробочка, знаете, из-под лапши Тут висит вот такой брокколи И это игрушка для кошки Она открывается, эта коробочка И, видимо, брокколи кладется туда Чтобы кошечка его из этой коробочки доставала Это очень прикольно Лежачки в виде таких домиков Смотрите, кошечка космическая Просто мэджик лежачок для киса Алисы Или вот такая вот пирамидочка Это вот такой вот цветок Он войлочный, он твердый И внутри него положена мягенькая подушечка Такие игрушки тоже продаются у нас в 2 магазинах Я не видела в офлайне, но в онлайне точно видела У нас даже была такая игровая станция, когда киса Алиса была котеночком Стоит она 419 песо Вот она платьице на кошачьем манекене надета Прекрасно Посмотрите, какая фата хотела сказать Как это называется, вот эта вот ткань Смотрите, это не картон Это тканевая войлочная вот такая упаковка Как будто это макароны Реально это типа макарошки Или какие-то съедобные штуки Которые кошка должна оттуда выковыривать А еще здесь распространено части зуба не только собакам, но и кошкам То есть тут есть прямо полные наборы Oral care kit для ухода за полостью рта кошек Если вы захотите освежить дыхание своей кошечке Чтобы нее не воняло изо рта, можете купить ей вот такой вот дезодорант для рта Просто реально, ребят, я обошла весь зоомагазин Вкусняшки есть для всех Даже для попугайчиков, хомячков и рыбок А вот для кошек нет То есть здесь не принято для кошек вкусняшки Или я просто слепая, но я не нашла ни одной вкусняшки Окей, я ошиблась Я нашла отдел, где продаются кошачьи вкусняшки То есть максимум раз, два, три, четыре, там пять видов вкусняшек для кошек Если вы заметили, для кошек всего намного меньше, чем для собак Да вообще кошек тут почти не встретишь А вот собак очень много И только в другой день я узнала интереснейший факт Мне понравилась фраза Ребенку нельзя играть с кошкой, зато можно с гробиком Короче, кошек в Мексике действительно не очень любят Потому что кошки для них какие-то демоны Которые, как пишут, падают с высоты, не умирают Находят дорогу куда угодно без навигаторов Смотрят в глаза и крадут душу Поэтому тут редко встретишь кошатника А если и видишь кошку, то чаще всего она живет на улице сама по себе То есть кошек они не любят, зато очень любят символику смерти Черепа, кости, игрушечные гробики Все это прям про Мексику Они верят, что если демонстрировать смерти, что они ее не боятся Она к ним и не придет Поэтому даже празднуют День мертвых И с песнями и танцами ходят на кладбище Приветствовать мертвецов Я как-нибудь расскажу об этом подробно И даже покажу, что я видела на кладбище Ставьте лайк, если да Пишите обязательно в комментариях, что вам интересно увидеть И подписывайтесь на канал Увидимся скоро в новых безумных видео из нашей жизни Пока!